Приветствую вас. Первое, с чего бы мне хотелось начать свой ответ, это с того, что вы не дописали свой вопрос. Вам нужно его либо дополнить, либо обратиться к любому из выбранных вами экспертов для дальнейшей работы непосредственно над вашей проблемой. Далее, то, что ваша супруга вас не любит и не хочет, как вы говорите, это не является проблемой как таковой. То есть, это не ваша проблема. Это, скорее, вообще не проблема. Потому что то, что она чувствует, то, как она чувствует, то, что она чувствует, это её личное право, это её личная ответственность, не ваша. Проблема заключается в том, что вы испытываете негативные эмоции от того, что это происходит. То есть, вам плохо от того, грубо говоря, что это происходит. И вот именно особенность вашего восприятия, ну, данного аспекта и является, пожалуй, проблемой. По-настоящему проблемой. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что вы испытываете негатив из-за данных моментов. То есть, вы чувствуете, что вам плохо, вы чувствуете, что вам тяжело, вы чувствуете, что вам трудно и так далее. И вот нужно вам для себя постараться увидеть, так, а в чём, собственно говоря, трудность именно для вас в этом. Ну, разочаровалась, например, вас, ваша жена. Ну, поступили вы, например, не так, как ей, допустим, хотелось. Ну, это, в общем и целом, знаете как, не то, чтобы даже ненормально, не то, чтобы даже неправильно. Это, можно сказать, естественно. То есть, оно, естественно, может вас разочароваться. Ну, потому что в жизни могут быть разные ситуации. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что вы поступили как слабый человек. Здесь, опять же, момент такой, что не очень понятно. Почему вы говорите, что поступили как слабый человек? Что, по вашему мнению, слабость? Что, по мнению вашей жены, слабость? Знаете, какая история? То есть, здесь вот есть некоторые тонкости, которые, на мой взгляд, нужно выяснять. Всегда ли вы были, например, таким, ну вот, всегда ли вы себя вели так, как вам не нравится сейчас, например? Или, когда-то вы вели себя по-другому. Понимаете? То есть, ага. На мой взгляд, нужно определить именно это. То есть, а что и почему вы считаете, а значит, почему вы считаете, что совершили слабость? От чего вы защищали ее и детей? Это тоже очень важный момент. Понимаете? Ну а то, что она не помнит хорошего, это связано с ее эмоциональным настроем. То есть, сейчас, на данный момент, она действительно находится под негативным влиянием, и ей нужно немножко времени, чтобы остыть. Поэтому сейчас ее лучше не трогать. А вон имеет смысл подумать, в чем именно слабость. Если вы сами действительно считаете, что это слабость, это поведение нужно поменять. Как поменять? Что поменять? Это уже вопрос индивидуальных консультаций. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.